Добрый вечер, коллеги! Под традицией первое слово гостям Алексей Кудашов, главный тренер клуба «Атлант». Пожалуйста, несколько слов. Ну, я хочу сказать, что сегодня у нас была команда, команда именно была, которой игроки... была цель, а на сегодняшнюю игру, которую команда сплотилась и хотела выполнить, и видно было, что команда была заряжена на победу. Отдали все силы, хорошо отработали. Что самое важное, план на игру сегодня выполнили на 100%. То, что запланировали, то, что мы требовали и предложили, они это все выполнили. Это сработало. Спасибо. Главный тренер скайш. Что там было? Моему коллегу Алексею с победой. Действительно, у них сегодня была очень слаженная команда, очень дисциплинированная. К сожалению, не могу сказать о нашей команде. Единственный, может быть, какой-то плюсик, что можно вытащить из этой ситуации, что в третьем периоде желание появилось работать в полную, но, к сожалению, этого недостаточно для того, чтобы обыгрывать соперника. Сейчас каждый матч дается непросто, потому что встречаемся с соперниками, у которых необходимы очки, и страсть намного сильнее. Но тем интереснее посмотреть, кто может в данной ситуации выходить после матча с поднятой головой. И сможет смотреть в зеркало на себя. Но, еще раз повторюсь, это интересно в плане подготовки к дальнейшему, чтобы знать, на кого мы можем в большей степени рассчитывать, на кого мы можем в большей степени рассчитывать. Это тоже хороший урок. Спасибо. Спасибо. Вопросы, пожалуйста. Применение, Заня Него района. Вопрос к Пучиталка, еще и по оборудованию. Пучиталка, что когда вы сейчас у десерталя, это намек на то, что некоторые игроки выкладываются не по полным последних матчах? Я думаю, что все находятся в одинаковых условиях. Здесь я не сторонник искать причины извне. Что касается зеркала, это после каждого матча каждый игрок, любой игрок должен смотреть туда и отводить глаза или нет, это ему уже виднее. Это действительно говорится о том, что кто-то прячется за спину, когда нужно стоять рядом, локоть от локоть и работать вместе, 100%. В коллективе только так. Даже если мы совершаем ошибки, но другие должны поддерживать и вытягивать. Но сегодня, еще раз повторюсь, только в конце, в третьем периоде видно было, что коллектив хочет выиграть. Но уже поздно. Это тоже урок. Сожалею для публики, что так получается, но хотел бы, конечно, защитить в любом случае нашу команду и сказать, что свист, он дает больше энергии сопернику, чем нам. Я ни в коем случае не оправдываюсь, каждый платит за билет и хочет выиграть. Но ребята тоже. Хотелось бы, чтобы с пониманием относились. Я приношу свои глубокие сожаления и извинения в связи с ситуацией, которая сложилась. Оправдывать ли они сторонник, действительно, когда проигрываешь один матч, второй матч, то нервы в какой-то момент сдают. Но в любом случае они должны осознавать, что они профессионалы и относиться с уважением. Мы провели, соответственно, беседу и я думаю, что такому больше не повторится. Надеюсь, по крайней мере. Ни в коем случае не оправдываю. Это не наше лицо. Ренат Хромшина, Радио Синица, Челла Харкалища. Вопрос такой. Показалось, что в последних двух матчах с каждой победы не хватило эмоций и был какой-то национальный спад в игре команды где-то в середине, ну, во втором примерном периоде. Что надо сделать, чтобы в матче с Нидверщиком такого не было и как вообще эту ситуацию исправить? Сказывается ли на этом то, что приближается концовка регулярного чемпионата и напряжение сказывается на команде? Спасибо. Безусловно, без эмоций невозможен хоккей, вообще спорт и жизнь. И поэтому каждый игрок должен уметь в себе находить то вдохновение и вызывать ту страсть, из которой он выходит. Это люди, которые занимаются любимым делом. А чем помочь? Ну, мы работаем. Если вы сможете забить гол, приходите, покажите класс. Может быть, это затронет тоже. Но, безусловно, здесь есть много факторов. Но, опять же, повторюсь, я не сторонник искать оправданий. Все профессионалы, мы должны делать свое дело с пользой для всех. Григорий Иванович, мы не знаем, что мы с вами будем открывать, в чем пришли болезни, просто список. Сегодня была та команда, которая есть. Больше пока мы не стали выдергивать ни из Карелии, ни из молодежи. Те ребята, которые есть, посмотрите список, которые есть в команде. Хоккей такая штука, без травм не бывает. Опять же, мы не ищем оправданий. Те ребята, которым дают свою возможность играть, они должны делать результат. Спасибо большое. До встречи с всем. Спасибо. Давай, Мюшка. Спасибо.